Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесный». Подписывайтесь, ставьте лайки, рекомендуйте своим друзьям. Сегодня у нас в студии наш друг, друг многих людей, певец, музыкант, и не только, сегодня мы об этом поговорим, лидер группы «Дружки» Герасимов. Да, всем привет, рады всех видеть из этой студии. Всем привет, мира, любви и тепла в ваших домах. Слушай, ну у многих ты все-таки ассоциируешься с музыкантом, с певцом, но вот то, что я увидел о твоей работе, о твоем служении больше, это не только музыка, это дети, детдома, это тюрьмы, это революционные центры. Ну поделись немножко. Ну мы ездим, можно будет поставить видео там, да, мы ездим, то есть я заметил так, что если в человеке загорается вот вера в Бога, ты ее можешь использовать в двух направлениях, во благо себе, то есть опять подкармливать свое эго, только теперь уже религиозное эго, там, чтобы мне было больше, чтобы мне, 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 вот эти молитвы, Господи, коснись меня, дай мне, там, просвети меня, там, та-та-та, улучши меня, там, все. Или же другое, другая молитва, это как бы, ну, блаженны миротворцы, блаженны нищие духом, то есть что-то его понесло, ну, Христа как-то в ту сторону говорить про нищету какую-то, про миротворчество, про любовь, то есть все. И я считаю, значит, есть, как в любом деле, есть две тенденции, особенно в деле религии, в нашем религиозном деле есть две тенденции. Это виртуальная жизнь и реальная жизнь. Вот она так делится. Виртуалочка, это когда мы рассказываем, куда ходил апостол Павел, апостол Петр там вышел, и вот вы представьте, вот он вышел, и Иисус там, значит, представьте. То есть это касаемо виртуальной жизни. Ее должно быть какое-то процентное соотношение, ну, сравнить себя, ну, не на неверном ли я пути, там, что-то. Но реальная жизнь – это то, что мы же проживаем здесь, на земле. Вот мы реально сейчас сидим вот здесь, на пятой точке, на этих прекрасных креслах, вот в этой прекрасной студии. Это реальность. Вот мы можем сказать, добавить виртуалочки, там, где двое или трое, и он посреди нас. Мы можем сказать, и как-то так теплее нам стало. А где он? Где? Вот где? Вот я скажу, вот в тебе или во мне. Да, вот где-то вот так. И в реальности нам его проявить здесь, вот проявление Бога в реальной жизни, в реальной России, в реальной деревне, в реальном городе, где есть Санкт-Петербург, в реальном городе. И кому мы можем проявить? Там есть такая хорошая заповедь, вот в главе от Матфея, где он говорит, я вот, кто мой ближний, да, вот, вот. Все его ведется вот в эту сторону, и мой ближний, это вот голодный, накорми, где мы тебя видели таким? Ну, голодным я был, я был в темнице, вы меня навестили, я там плакал, вы меня утешили, я болел, вы ко мне пришли. То есть вот именно вот такие аспекты, потому что Писание, это книга, книга написанная, ну, как мы говорим, под водительством Духа Святого, но людьми, рукой рукой. И когда мы ее читаем, то мы ее читаем через призму акцентов, которые живут нас. Вот все. В детстве били человека, он будет там, Бог мой наказатель, там, он придет, он рассудит, он там, Бог судья, там, вот. Вот, а если тебе в детстве как-то хорошо, там, ну, будешь пропадать, Бог, любовь, то есть милость такая бабушка обычно воспитывала, а я, Боже, больше любви. И поэтому мы вот, я извиняюсь, что так долго говорю, мы больше стараемся служить вот этим людям, там, ДЦПшники, инвалиды, детские дома, сироты, тюрьмы, заезжаем в разные абсолютно тюрьмы. Куда вот есть возможность заехать, мы едем, и потом получаем отклики, не просто так приехали, повеселили, нет, а обстановка меняется. Вот заходишь, можно даже не говорить, просто побыть, даже поиграть песни, и меняется обстановка. И потом там, ну, звонят многие, УВР, так называемая управляющая воспитательная работа, они говорят, слушайте, получше стало после вас, что-то происходит, что-то там, вот это для меня вот проявление Бога на земле, вот так. Ну, через тот дар, который есть. Я, не знаю, к сожалению или к радости своей, я просто пишу песни, и вот этим и служим людям. Слушай, ну, последний раз в экологии ты у нас вот давал концерт с Аркадием Бушиным. Да, его стихи, песни ты писал. Да. Вот, и тогда это было первый, наверное, такой большой контакт с ДСП. Ну, да, но Аркаша был друг мой, и когда вот он остался сиротой, умерли родители у него, я его устроил там в рип-центр, потом я его таскал за собой вот эти пять лет, а потом вот встретилась супруга замечательная, Наталья. То есть они там вот сейчас в Анапе живут, там в станице Гостогаевская, вот, у них дом, они там как-то вот, ну, живут своей семьей, там у них свои друзья какие-то, да, так вот. Я до них доехать не могу, я не думаю, что это будет, ну, как бы, легко, у них уже свой быт налажен, своя жизнь, вот поэтому им большого благословения в жизни вообще то, что они делают. Но это на тебя так сильно повлияло, что ты начал сейчас расширять заслужение. Нет, это даже не повлияло, это, мне всегда это было. Рип-центры были уже, мы ездим в рип-центры с концертами, как только они появились, и пошли вот эти первые наркоманы, которых и умирало в огромных количествах. Ну, ты приезжаешь, вот песни попел, встречаю там через три года или там через пять лет, какого-то парня уже семья с детьми там где-то, он, Гер, спасибо, ты туда приехал, я хотел уйти, сорваться, мне, говорит, так достали эти законы этого рип-центра. Все им там копать надо, там что-то, сажать там картошку, там или девчонки полоть там грядки. И, говорит, постоянно обороты-то всегда открыты, то есть дело добровольное, спасение. Вот, и тут вы с концертом приезжаете, что-то, говорит, послушал, думаю, ну да, я останусь. И вот остался уже, и жизнь поменялась в корне. Ну, вот, ну, есть такие вот этапы, когда нужно поддержать человека, поддержать ему доброе слово, и кошке приятно. Поэтому, вот иногда бывает момент, ты секешь, а, проезжаешь, а там же постоянно вот это меняется. Ну, вот этим мы занимаемся уже больше 25 лет. Ну, реабилитация, реабилитанта-наркомана, это понятно. Ну, вот люди, я не знаю, как, ограниченных возможностей, да, инвалиды, ДЦП. Да, да, ограниченные возможности, можно так сказать, да. Ну, и вот я посмотрел сейчас у тебя в ленте, в компьютере, сколько вы ездите, лагеря разные делаете. Ну, да. Служите им. Ну, по силе. У нас команда. Есть команда вот на так называемых наших, ну, добровольцев или служителей, как вы их каковыше назови. Просто кто-то там в Москве у нас такой, Игорь Баранчиков там есть. Там прилетают другие музыканты, из других даже стран подтягиваются. Те, которые горят, горит сердце. Знаешь, вот, если горит вот светильник, и ты можешь кого-то обогреть, помнишь, что? Да, все, отболит, и мудрые говорят. Да, песня про костер. Тут костер кого-то обогреет. Вот поэтому вот этот костер, который здесь как-то горит, ну, вот его надо, мы так туда и заносим. И люди греются, и кому-то становится легче. Слушай, ну, а церковь участвует в этом? Знаешь, почему спрашиваю? Потому что многие сейчас говорят, вот, совершенно с этими законами отбили возможности. Закон Яровой, миссионер. Ты сам знаешь. Типа работать вообще нельзя. Вытеснили оттуда, оттуда, оттуда. Ну, можно же. Ну, ты знаешь, у нас дело в том, что есть, как бы, опасные зоны. Знаешь, минное поле. То есть, можно бегать по минному полю, конечно, с плакатом, что там, там, Иисус Господь, там, или там, покайтесь и веруйте. То есть, можно бегать. А можно просто поступить, ведь у каждого времени свои законы. И у каждого и правителя, и его команды, и, может, они что-то выстраивают, и у культуры народа тоже свои законы. Ну, вот, поэтому, допустим, если мы в Грозное вот ездили с Аркашей, то мы ездили туда, как такие певец и поэт. Но книжку «Путь к свободе» мы там две коробки оставили. И, понимаешь, то есть, как бы, мусульманская страна, вот, часть нашей России, я очень люблю, ну, вообще любой народ, он всегда, знаешь, когда любовь к тебе какая-то, ты понимаешь, что это у них своя кухня, культура, своя музыка красивейшая, прекрасная. Свои глаза детские, а у ребенка, скажи мне, вот, глаза детей, они христианские или мусульманские, или они, там, хиндусские, индусские, или там, вот, глаза ребенка, они какой вере принадлежат? Или слезы человеческие, какой они вере принадлежат? Или улыбка, или там, вот, вот, вот эти качества, которые, которым нас, в общем-то, Бог и воспитывает, да, ну, у нас так получилось, что мы во Христа веруем, да. И вот эти качества, которые он хочет отразить через нас, это то же самое, это сострадание, кротость, милосердие, вера, простота какая-то, вот, вот, вообще на моем каком-то этапе я долго рассудил, я же заканчивал там всякие, кушать пора, наверное, да? Нет, два часа, тогда просыпайся, доброе утро, ну, вот, значит, вот эти, я рассуждаю о качествах, веры в Бога, да, и смотри, опять возвращаемся, Библия, это книга акцентов, куда акцент поставишь? Одни говорят, а что самое главное, спрашивают его, и в одном месте он говорит, веруй в Господа, и возлюби ближнего, да, а в другом месте он про Господа вообще ничего не говорит, он говорит просто, да возлюби ближнего, и не делай другому то, что не желаю, чтобы сделать. То есть, и вот акценты, один скажет на это, другой на это, третий на это, и поэтому каждый, проходя, живя на этой земле, вот, верующий человек, он выбирает себе акцент, который ближе тебе по душе, по духу твоему. Или делай добро своим по вере, там, а ты вышел за рамки этого. Я с обожанием смотрю, как Владимир Владимирович Путин, наш президент замечательный, говорит многие вещи, о вере, о Боге, о детстве, понимаешь, о психологии, ведь истина, вот так и есть, понимаешь, там, говорит, возлюби, в чем смысл? Он говорит, в любви, смысл жизни в любви, вот это его слова, ну, библейские слова, мы же пропитаны, он говорит, и в любви к ближнему, к своему, я думаю, эх, что-то далеко стою, мне поближе туда, чтобы меня тоже возлюбили, там, в Кремле, может, ну, как-то так, знаешь, все, ну, любовь к ближнему, она вот идет, и он, он видит, вот, ближний свой круг, у него там вся Россия, может быть, вот, как может, так он старается, там, и любит, и мы также то же самое делаем, как стараюсь, так, как и могу, так и люблю, Но самое главное для меня, еще раз повторю, для меня вера в Бога равно сострадание, то есть выраженное мной через песни, стихи, там, если приезжаем, там, интернат, там, слепо, глухо, немые детки, есть и такие, как вот им проповедовать, если он глухой и слепой, ну, как, погладить, посидеть, как-то песню погромче попеть, там, музыка, это же волна, она вот пролетает, и что-то там фибры какие-то, они по-своему там, как-то слушают это, понимаешь, вот, ну, вот, вот в этом и есть, понимаешь, там, у меня одна из первых книг настольных, это Александр Мень и Антоний Сурожский, и он говорит на фронте, он же доктором был, он говорит, как ты можешь, вот, умирает боец, как ты можешь с ним разделить его страдания, да за руку взять, и вот, и просто поглаживать руку, да, и в последний момент жизни просто быть с ним, как утешением, понимаешь, таким состраданием, вот для меня вот это все, вот, вот, очень близко к моей душе, вот, ну, как-то так получается, что я такой, я не знаю, я многие вещи, чем больше живу, тем больше не понимаю, то есть, ну, как это, я знаю то, что я ничего не знаю, как надо знать, вот, понимаешь, это нормальный духовный рост, абсолютно нормально, да, а в Индию поехал, там, боже мой, там, и у них там, я думаю, ничего себе, там, и нас в храм не пускали на служение, сказали, вы кто? Мы говорим, ну, мы это, ну, христиане приехали, нельзя в храм, почему? А вы не спасенные, чего? Это мы, это вы не спасенные, а мы спасенные, а он говорит, не, не, вы не спасенные, вы же не веруете, там, в бога, там, щурекармутуты, который, там, отдал тоже кого-то, за кого-то, там, чего? Что-то я не догоняю, понимаешь, нет же, кроме нашего, а тут они уже, там, понимаешь, 4 миллиарда, там, что-то свое, там, 3 миллиарда с лишним, что-то свое замутили, там, ну, ладно, ну, так-то так, ну, Слушай, ну, от Индии к нам, все-таки ты на вопрос не ответил, церкви помогают, хотят участвовать, или вот прикрываются тем, что нам нельзя, и не знаем, боимся, как ты деньги и строишь. Да, да, слушай, да, извини, вот я просто такой, я знаю, что вот, я вот так летающий, да, вот, церкви помогают, даже если где-то и есть церкви, которые немножко в религию ушли, там, ну, можно понимать, каждый человек, и каждое содружество, сообщество, и каждая экклесия, она проходит свой путь развития. Ну, так и есть. И если вспомним наших детей, которым было 14 лет, у меня сын приходит, вечером был нормальный, вот с такими длинными волосами, а приходит, о, извините, утром, а вечером приходит, поздно, а у него дреды тут такие, говорит, ты что, ты, ты что натворил вообще, какие дреды, а что ты не сказал нам, ну, понимаешь, да, и вот у него был путь, а жена говорит, оставь, оставь его на год, на полтора, дай ему пройти этот период. Поэтому и церковь проходит свой период, есть те, которые и помогают, отвечая на этот вопрос, есть те, которые еще дозревают, понимаешь, есть те, которые… Ну, я бы, чтобы услышали пастыряно, что не все закрыто, можно через кого-то приходить, через щит и руки. Я хочу сказать, вы понимаете, есть определенное время, есть замечательная книжка одного пастыря, я всем рекомендую, чтобы больше понять о времени, в котором мы живем, или немножко посмотреть, как живет мир, что такое, ну, управление, там, я не особо политик, но я вот, когда в Германию ездил, мне очень интересовало, вот, времена Адольфа Гитлера, потому что я был в Дахау, ну, мы проезжали, вот, лагерь, я жене говорю, слушай, смотри, табличка, Дахау Константантен Кэмп, я такой, ну-ка, свернули, и мы там целый день гуляли по этому концлагерю, могу сказать, я вышел, и я сказал, что, ну, сатана до такого не мог додуматься. Вот, знаешь, когда в церкви говорят, о, это сатана, вот что-то плохое, ах, сатана, ах, там дьявол, там. Я думаю, тут какое-то искаженное какое-то мышление, то есть какая-то формула такого убежденности, что вот мы имеем право на жизнь, а вот те не имеют права на жизнь, понимаешь? То есть вот настолько такое заблуждение, как, ну, нам со стороны с годами, кажется, уже посетив много, имея огромное количество друзей из Израиля, и обожаю эту страну, и там, и мои песни любят, там, все. И вот на каком-то этапе раз такое убеждение возникает у человека, что у многих людей все. Но если ты помнишь, есть замечательная книга, найдите в интернете, называется «Как крест Иисуса Христа был заменен на крест Гитлера». Она так называется, крест Гитлера, да, шикарная книга, всем читать, прям в интернете идите, заказывайте, просто прочитайте. Вы увидите, замечательным богословом написано, я забыл его имя, прекрасно, он исследовал, он 30 лет там жил, исследовал, все. И вот, представляешь, церковь вся, как бы, ну, ой, не знаю, можно в эфире такие жесты? Не надо, да. Вот такой жест, да, скажу, вот такой, да. Все жесты, значит, которые были произнесены, там, в основном, это 90% церкви, они молились, кричали определенные фразы, восхваляющие хайль, приветствие, так сказать. И говорили, ангел нам послан, наконец-то это наш народ увидел пробуждение, Господи, спасибо тебе за нашего лидера нашей страны. Да, то есть и такое заблуждение человечества проходит в каком-то этапе, понимаешь, все, ну, вот так вот как-то, да. Изучаем, исследуем, движемся, делаем выводы и продолжаем нести добро на этой земле через веру у Христа Иисуса. Это наш выбор, наш крест и наш путь. Ты питерский, сам сказал, хотелось бы протиснуться поближе к первому лицу, что где-то помогает или нет, то, что ты питерский? Никак не предлагает ничего. Я могу сказать, у нас же есть подсознание, то, я думаю, люди смотрят телеканалы, и они когда попадают на пятую кнопку, там, пятый, а у нас все там какие-то, там, культура, там, знаешь, ну, то есть культурные какие-то мероприятия, все там, балет, то театры у нас там. В Питере иногда бывают дни, когда до 600 спектаклей в субботу идет, вот столько театров, представляешь, маленькие, подвальные. 600 секунд ушли с телевидения уже больше. Это я не знаю, это Александр Невзоров, вопрос. А вот, а театры, балеты, школы, понимаешь, то есть вот многие-многие такие, вот Питер, он такой, там, рок-клуб питерский, кстати, было на прошлой неделе, там, полтора недели назад было 40-летие питерскому рок-клубу. Ты был? Нет, я был в поездке, я так бы был, да, потому что у нас в русской энциклопедии, русского урока про нас там Андрей Бурлак, это наш первый продюсер и автор этой энциклопедии русского урока, там 4 страницы про нашу группу «Дружки» написано. Ну, то есть, ну, так вот как-то живем, да. Скажи, а вот в колониях, вот ты ездишь, 25 лет у тебя служения уже, ты видишь изменения в людях, кого сажают сейчас? Больше политических, больше экономических преступников. Ты говорил, ты был даже в колониях, где содержат наших всех министров, мэров. Ну, да, есть, да. Ну, там более краска получше такая блестящая, там текурилы, наверное, красят, текурилы, вот, или какой-то фирменной краской. Для мэров и губернаторов прям получше условие. А так ничем, ну, нет, ничем не отличается. Нет, более там буддистский, там был храмчик неожиданно, вот, православная церковь более лучшего качества. А так, я думаю, одинаково все. Вот, ведь что такое тюрьма? Тюрьма, тюрьма, это место переосмысления человека, понимаешь? Раньше люди сидели в пещерах, Давид, помнишь, убежал и в пещере. Вот, место переосмысления, место молитвы, место, когда ты приходишь, так сказать, то есть ты был вот таким высоко, а потом ты начинаешь там шить за станком, там, работать. Это неожиданное сравнение. Да, работать, ты превращаешься в простого такого, как бы, все, и дается тебе время на переосмысление, что-то, понимаешь? Может быть, кто-то мудрее станет, кто-то не мудрее. Я искренне, ну, как бы, сочувствую, сопереживаю и сострадаю тем людям, которые, вот, ну, оказались там. Вот, у меня есть друг в Штатах, в Америке, он работает, вот, ну, считай, надзирателем, да, там. В этой системе. Да, в этой системе, там, майор или капитан, там, как-то так. И он, и он иногда тоже с нами ездит, там, ну, раньше было много ездить, несколько лет назад, вот. Но, он говорит, Гер, ну, то же самое, все то же самое. Только у нас, как бы, так как права человека, там, ну, более, он говорит, некоторые специалисты садят в тюрьму, чтобы зубы вставить, там. Чуть украдут, там, эй, я своровал, там, полицейского толкнет, ну, и поехал, там. Зато, он говорит, он может, там, спокойно учиться, там, ну, свое переосмысление. Ну, не про нашу тюрьму. Ну, не про нашу, да. Но у нас, ты понимаешь, Россия находится в стадии становления. Вот тот век, который на нас нагрянул, мы не ожидали. Наш культурологический код, он не ожидал, что придет интернет этот с ютюбом, понимаешь. Ну, он вообще, как бы, нам, ну, ты кто такой, ютюб? Ты что там нам, там, понимаешь, там. А ты думаешь, где-то в Африке ожидали чей-то код? Или в Европе ожидали, что интернет придет? Про Африку не знаю, но могу тебе сказать, девяносто первый год. Вот приезжает финка, выходит замуж за Вадика Бабашкина. Кто-то, наверное, знает, Вадим Бабашкин, такой хороший парень на инвалидной коляске. Марианка. И у них рождается Росинка. Назвала прямо через Россию. Росинка, дочка, красивая девчоночка. Она подрастает, они живут в России, и она отдает ее в школу. А так как они в Финляндии есть, и она говорит, я забрала Росинку из российской школы. Почему? Они говорят, а школа не учит самостоятельно думать. Школа учит выучить и сдать. Понимаешь? Да, ну там как хочешь. Ну, многие студенты так учат. Выучить, а, кстати, финское образование одно из лучших в мире. Они учат, и к чему сейчас Россия идет? К тому, что, к чему пододвигает Господь, благодаря пандемии, интернету, там, планшетам, зум-образованию, через интернет. К тому, что ты сам сел, учиться хочешь? Пожалуйста. Вот тебе интернет, бери, учись. Сейчас любому верующему, любому человеку, можно сказать, хочешь учиться, развиваться, читать, там, познавать другой опыт через другие свидетельства, пожалуйста, заходи в интернет, что хочешь. Слушай, сегодня в новостной ленте прочитал известный человек у нас в стране, сидит сейчас в Владимирской области, Алексей Навальный. И вот была сейчас комиссия ОНК, по-моему, какая-то объединенная, что ли. И один из членов этой комиссии заявил, что у них там в этой зоне больше прав и свобод, чем у нас здесь на воле. Чуть ли не лучше живут там. Хотя мы слышим ужасные вещи, что-то типа он прикидывается больным сейчас там и все остальное. Слушай, ты посещаешь, я почему задал вопрос? Не потому что Навальный, а потому что ты посещаешь, ты видишь реальность ту. Ты мне сейчас говоришь там вот про вот эту вещь. В новостях увидел. Да, в новостях увидел, да. Я хочу сказать, что касаемо политических заключенных, которые такого высокого полета, нужно во всем смотреть мотивационность, мотивация. Вот этот человек, который сказал об этой зоне, чем он мотивировался. Может, у него была мысль такая, вот скажу вот так, потому что я хотел бы пойти там выше. Ну, я тебя понимаю, явно не мысль сесть туда и больше свободно. Да, да, то есть нужно видеть мотивационность, причем мир сейчас, как вы понимаете, очень раздвоен. Я уже говорил это. Вот покупаешь минеральную воду, а она как бы написана, есть синдуки 4, есть скважина, есть синдуки, но разливается она вот в этом подвале, понимаешь. Покупаешь вроде бы машину с пробегом бэушную, там хозяин стоит и доказывает, да я на ней только до дачи ездил 50 тысяч, а она, оказывается, в такси работала 5 лет. То есть мы в таком мире сейчас двойных стандартов. Не ложь, не ложь. Да, двойные стандарты. Поэтому нужно видеть мотивационность человека, мотивация, что? Ведь я глубоко убежден, с каждым человеком происходит именно то, что он притягивает в свою жизнь. Что он притягивает в свою жизнь. Мы все притягиваем в свою жизнь то, что в нас живет. Мы видим то, мы видим на воре и шапка горит. Помнишь там, держите вора, так вот тот-то как бы и это. То есть очень много того, чем мы видим мир, то живет в нас. Я глубоко убежден, есть такая наука психология, сейчас молодая, только развивающая, которой 100 лет, чуть-чуть побольше. Там есть такое правило зеркальных нейронов. Почитайте в интернете, откройте, зеркальные нейроны. Очень замечательное открытие. Когда ты улыбаешься ребенку, ребенок улыбается тебе. То есть в ребенке заложена улыбка, его никто не учил. Она у него заложена ответа на твою улыбку. Представляешь? У нас называют закон «Сейни и жатва». Самая быстрая жатва – это улыбка. Сейни же, а Христос говорит, если ты видишь в глазе брата твоего, вынь бревно отсюда. То есть бревно уже, ты увидел, бревно в тебе живет. То есть вот поэтому другой закон, который я выявил в жизни, это то, что с каждым человеком работает Бог. С каждым. Здесь до конца мы не понимаем, что мы тут делаем на земле. Может быть, это тюрьма богов. Может быть, это квест исправления человечества. Мы не знаем. Но как христиане мы скажем, это место, где нужно встретиться с Господом Иисусом Христом. Аминь. Все. Ты как творческий человек столько всего сейчас. Скажи, касательно твоего творчества пишешь? Да. Вышел альбом, называется «Песни оттуда». У меня в рюкзачке. Ой, Саша, открывай мой рюкзак серый. И на самом дне достань. А, или свой достань. Достань свой, да. Ну вот. «Песни оттуда». Новые? Там и немножко старых, и новых, да. Там есть хорошая песня. У меня «Бог на носу». Новая песня, шикарная. Там мы молились, мы постились. Мы взывали, мы кричали. Мы что-то там лоб об стенку разбивали. А Бог сидел на нашем носу. И смеялся над нами, повесив над домом луну. Понимаешь? А потом там ручьями рисуя весну, Бог. А мы там искали его по всем буквам. Запускали коллайдер в трубу. А Бог сидел на нашем носу. И в конечном итоге там просто и говорил. Да любите друг друга. Любите друг друга. Как я вас люблю. Вот такая песня. Вот на этом альбоме. В интернете, на iTunes. Везде там есть, называется «Герасим. Песни оттуда». Вот такой альбом. Это тебе подарок, Саша. Ой, альберт, тебе. А Саша, я тебе потом передарю. Спасибо. Спасибо. Ну вот так и живем. Как можем, тем... Да, и мне уже 56. Поэтому мне уже, знаешь, в самолете летишь, и потом пристегните ремни, наш лайнер пошел на посадку. Поэтому как-то я стараюсь побольше сделать хороших каких-то вот дел таких добрых. Не в память то, что меня вспомнили. Нет, нет. Просто сделать что-то побольше добра на земле. Скажи, а вот в творческой среде есть такое понятие, как ученики и ученичество? Вот как Христос учит нас? Вот возможно тебе, как музыканту, оставить после себя кого-то? Никто понесет там группу дружки или там Геру Герасима, да, его творчество и все остальное будет рассказывать. А просто вот своим примером ты кого-то вдохновил, и он войдет в это служение. С другими песнями, с другими, ну, всем другим. Сотни свидетельств. Сотни. Сотни свидетельств. Особенно в реп-центрах, там люди берут гитары. Вот. Я еще знаю, с чем занимаюсь. У меня друг работает в магазине Ямаха. И к ним Ямаха в Питере привозят гитары, которые по дороге там где-то зацарапали, замяли кейс, там что-то колок сломался. Эта гитара идет за 50 и за 70 процентов офф, ну, скидка. И я их выкупаю у него и в тюрьму отвожу. Пусть учатся, играют. Понимаешь? Понимаю. Ну, вот как-то так, да. Встречался тоже. Да, поэтому и есть и последователи, есть там и видео мне шлют, и моих песен. И оцени, как пишут. Вот. И я думаю, что группа «Дружки», ну, на каком-то этапе в жизни, ну, каких-то людей, которые ее слушали, она производит какое-то действие. Даже вот этот альбом. Все. Потому что есть такой закон. Ну, я почему ушел с пастерства? Потому что я не мог придумывать проповеди. Я сказал, что, как песня, если она не пережита, то это просто какой-то плакатный стиль там. «И Ленин такой молодой, Иисус Господь наш прекрасный, Аллилуйя!» Оно похоже. А чтобы достучаться, у сердца есть свой язык. Так же, как у души. От сердца к сердцу. От души к душе. Ты над чем-то поплакал, и я тогда поплачу с тобой, понимаешь? Ты тому порадовался, и я порадуюсь этому. То есть, вот так мы устроены. К этому, наверное, идет все человечество. Лет, может быть, через 1283 года, наверное, ну, к этому придет. Но мы как-то стараемся как-то сближаться, любить друг друга. Ведь всех этого хотят, понимаешь? Если бы не геополитика. А так все было бы хорошо. Неожиданный вывод нашей беседы. Ну, потому что все же войны из-за геополитических этих там. Друзья, у нас в студии был Герасим. Группа «Дружки». С группой, без группы был, конечно. Без группы, да-да. Санкт-Петербург. Ютуб «Герасим». А, Гермоген. На Ютубе мой сайт «Гермоген». Гермоген прорекламировал. Диск сказали. Смотрите. Скачивайте. Да. Слушайте. И обращение к церквям, конечно. Выйдите на него. Помогайте. Спасибо. Это время, когда мы сегодня говорим, что все закрыто. Оказывается, есть двери. Где мы можем прийти вместе, сообща в тюрьмы, служить и детям, и детдомам, и в домах инвалидов. И репцентры, да. И репцентры. Везде-везде мы можем вместе сделать намного больше. Поддержите. Благослови всех, Господь. Спасибо. С вами был я, епископ Олимберт Радко, канал «Вгляд с небесной». Не забудьте подписаться. Мы молились, мы постились, мы взывали, мы кричали, мы страдали, мы стенали, лоб об стенку разбивали. А Бог, 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 сидел на нашем носу и тихо смеялся над нами, танцуя с ветром в лесу. Мы сражались, мы боялись, мы в доспехе одевались, наряжались себя властью и громили сатану. А Бог, 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 Бог сидел на нашем носу и тихо смеялся над нами, повесив над домом луну. Мы искали его по всем буквам, мы сверлили до центра вселенной, мы летали к последним звездам. Запускали коллайдер в трубу, но Бог, Бог, Бог сидел на нашем носу и тихо смеялся над нами, ручьями рисуя весну. И когда все закончились силы, все дороги мы испытали, мы увидели в зеркалах лица и у каждого свой нос. И Бог, 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 Бог сидел на каждом носу, весь мир подарил нам с тобою и жизнь. Любите, как я вас люблю, любите друг друга, любите друг друга, как он нам сказал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok